Ребят, привет! Это вторая часть моего маленького сериала E5 2670, будем его так называть. Итак, спешу вам сообщить, что процессор приехал. Не прошло и 20 дней, почта не так сильно загружена, и посылки из Китая приходят очень быстро. Только летом. Зимой такого не бывает. Небольшое пояснение насчет первого моего видео. Насчет цены образования, ребят, меня обвинили, что слишком большую цену я назвал, 25-30 тысяч. Я назвал цену, потому что первые ссылки меня приводят к крупным магазинам, которые продают 22 тысячи. Материнская плата, чипсет X79. Если вы найдете дешевле на вторичном рынке, вам подарят материнскую плату Дед Мороз, я буду просто счастлив, что ваш переход на сокет 2011 будет стоить вам дешево. За эти 20 дней я искал материнские платы, и мне удалось взять на тест несколько. Одна от Гигабайта, другие – Asus. Сейчас модели, естественно, не помню. Когда до них дойдут руки, когда я буду уже сделать тесты, я все проверю. Процессор приехал. Теперь мне нужно выяснить, работает он или не работает, потому что этот ролик я записываю сразу с колес, как только получил. Как я буду тестировать? Для начала я попытаюсь протестировать в профессиональных приложениях, насколько мне это удастся. Попробую найти какие-то программы, тесты. Посмотрим, как себя ведет этот процессор. Я попробую его протестировать с обычными видеокартами и с видеокартами NVIDIA CUDA тоже попробую их протестировать. Посмотрим, на что способен этот процессор. И еще хочу прояснить, для чего нужен этот процессор. В первую очередь, ребят, нужен процессор для работы. Если вам нужно для работы, да, второстепенная задача – это уже игры. Есть плюсы этого процессора, есть минусы. Вот я попытаюсь рассказать о плюсах и о минусах, которые мне встретятся. Ну, пожалуй, и все, что я могу вам рассказать в этом видео. Можете поделиться своими мыслями, в каких приложениях мне тестировать процессор. Как тестировать? Может быть, даже подскажете, где взять проекты. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Пишите письма.